Скажи, по протестным акциям, вот насколько они на сегодняшний день эффективны? Знаешь, я не знаю, насколько эффективны вообще акции в наше время. Там, когда человек сидит там один и все решает, они, их стараются не пустить вообще. Они, может быть, в каком смысле эффективны? Люди уходят сами за себя, но не хотят по-другому жить. Ну что это такое? Вот я выхожу, потому что, ну что, как так, как, почему я не могу выйти в Москву на Манежную площадь, понимаешь? Вот я вышел, и меня забрали на ровном месте. Ну хорошо, а вот в свете событий таких, которые на Украине, сейчас еще больше страх, еще больше опасения у власти, что может это перерасти в какие-то... Да, да, конечно. Могут сажать просто физически уже. Там же сейчас новые... Вы же просто не в курсе, а уже Путин еще не подписал, ну подпишите, думаю. Госдума уже выпустила, что вот за два таких вот таких акций организаторов, как бы, их можно уже до пяти лет сажать, понимаешь? Вот у меня два суда таких пойдут, если я виноват, у меня до третий суд, у меня могут пять лет дать. Хотя там ничего... Вот это специальное ужесточение... А на этом видно же реально, понимаешь? Людишь бояться. Вот я выхожу, у нас все меньше и меньше выходит выходящих в Москву. Сегодня я поеду все равно в Москву. А что-то меняется, сдвиг-то какой-то, но все-таки вы... Когда люди выходят, это выплеск энергии, да? Да, энергию, да. А вот куда ее загонять? Что-то в подполье, куда-то в терроризм вообще превратить? Это же не мы уже, понимаешь? Те, кто выходит, тех в терроризм не загонят. Ну как меня можно знать? Там выходят люди, в основном высшее образование практического секта. Вот эти фотографии с протестных акций в основном. Ну а в Москву почему? Почему они здесь, в Калужане? Здесь никого нет, понимаешь? Я вот вышел на пикет, и на пикет бы не вышел. Я уже хотел ехать в Министерство оборудования 2 марта. Увидал в Фейсбуке, что двое молодых ребят с партией, я с ними познакомился. Вот у меня есть в Фейсбуке, мы подружились. Но они с партией Навального хотели зарегистрироваться. Двое молодых. Там было как? Я говорю, меня там оскорбляли, мне было до лампады. Я стоял, а потом ко мне подошел мент. Проверил документы, все нормально. Я у него тоже проверил все. Это не как Москва, знаешь, он все представился, представил документы свой. Там было все. Я говорю, что вопросы есть? Он говорит, нет, вопросов нет. Единственная просьба, отойти вот к нашей машине, мы запишем что-то, я не могу записать. Ну ладно, я говорю, там парню, на, постой ты с плакатиком, а я отойду. Я отошел, и пока он записывал мои данные, у парня и девочки порвали этот плакат, ей дали, уже хотели бить, по плечу, плечо ей задели. Молоденькая девочка, она перепуганная была такая. У него там дочка, два годика, я не знаю, Анна Баева, ты не слышал? Ну вот она у меня в Фейсбуке познакомились потом. Ей дали по плечу, там, и порвали. А кто это дал? Люди или полицейские? Ну люди, да, или полицейские? Они ни в коем случае не принимали участие вообще. Он меня отвел, он меня проверил документы, отвел, записал данные, и я ушел от него, понимаешь? То есть люди настолько агрессивные настроены? Агрессивные, да. Но ко мне не приставали, я вроде постарше, знаешь, все-таки, знаешь, постарше и уверенно стою. А не первый раз, я-то не первый, я уже попадал в гораздо серьезные ситуации. И все, и в Калуге никто же не выходит. Одному уходить в Калуге я не хочу, я честно скажу. Если я из себя был молодой, я выходил бы. Вот 25 лет назад мы по одному выходили, когда захотели. Но у нас таких, как я, 60-летние, они были, они нам только аплодировали, понимаешь? Вот приходили люди, которые ходили 60-летние, они, ой, хорошо, молодцы. А здесь надо организовывать же что-то, я организовывать не хочу. У меня не энергия уже не та немножко, все-таки 60 лет, это же мне 35, понимаешь? Это все. И поэтому я присоединиться, я, пожалуйста, к любому. Я хотел тебе уже, говорю, Люда, пиши плакат «Свободу Дмитрия» Когда думали, что тебя забрали, говорю, пиши «Свободу Дмитрия Марташенко, я пойду туда, где он сидит». Но потом оказалось, ты не сидишь, понимаешь? Ну, была ситуация, Василия пишет, все, его забрали, Лещерникова пишет, все его забрали. Говорю, Люда, пиши плакат. Ну, там какие-то выяснения шли, пока она что-то писала. Потом в раз уже говорят мне, мол, не дергайтесь пока, ну, пока можно не дергаться там что-то. То ли Виталий с ней переговорил, ну, я не знаю, там она была в курсе. А то я говорю, надо ехать, что так, человек, чем больше властности, тем, может быть, лучше, потому что там его запоют и труба. Ну, потом нам дали отбой, и мы так не вышли с плакатов. Так бы я вышел с плакатов, уж по такому случаю. А так, ну, как, ну, никого, молодых, никого вообще просто, никто не самоорганизовал. Мы же тогда, в конце 80-х, мы же сами самоорганизовывались. Понимаешь, нашли друг друга, бах-бах. И фейсбука не было, да? И фейсбука не было, да, понимаешь. Ну, неудовлетворенность выводила, вот привела, вот там объявили, там, кто-то развесил плакатики, что вот на площади Ленина, допустим, будет, или скорее возле драмтеатра будет какой-то там митинг. И люди увидели, ага, пришли, скоординировались там, познакомились. Сейчас же ничего-то просто нету. Ленин, ну, получается, с 80-х годов, да, в протестном таком режиме? Ну, как же, мы следы тут все организовали. И ничего, они меняются? Нет, они, знаешь... Или это форма жизни уже такая? Нет, знаешь, что я хочу тебе сказать? У нас граждан нету. Понимаешь? У нас нету граждан в России, которые на всякое шлопство отвечали бы хотя бы выходом. Понимаешь? Особенно в данном случае выход нужен. Шлопство-то везде хватает. Это хамство, это все законы, традиционные, знаешь. Понимаешь? А все сидят. Все сидят дома. Они не граждане. Это население нашей страны, но не граждане нашей страны. Понимаешь? Иду, и смотрю телевизор, или что-то меня еще, я не знаю, чем я там запарен на этой семье. Происшествиями, или так далее. А выходить не могут, хотя выход это... Сейчас это единственный в нашей ситуации выход. Выход на улицу. Потому что у нас других выходов нет. У нас нет за судебной власти особой. Может, они это дело нормально, отсудят. Но в Москве, я говорю, если у меня удостоверение, я бы 10 суток сидел бы. Я ничего не делал. Если хочешь, мы уже зайдем, все время есть, 10 минут флешку поставишь, и ты увидишь, как меня брали. Ага. Дичина, вот смотри, как ты, что это граждан. Вы вышли. Ну, что-то их зацепило, они вышли в данном случае. Нет, ну это, Дичина, это... Девять месяцев. Это хозяйственный вопрос, понимаешь, серьезный. Я понимаю, а это политический. Есть все-таки разница между политическим и хозяйственным протестом. Но вы больше политический, да? Я только политический. Никаких хозяйственных. Я могу... Губка Лу есть, я могу приехать поддержать, понимаешь? Выйти там, сюда. Любой протест. Ну, хотя вот этих предпринимателей с ихними... Путин, да, Артемонов нет. Ну, как для меня Путин, да, если я... Я с брезливостью к нему отношусь. Они пишут Путин, да. Как я выйду на эту площадь? Абсолютно. Абсолютно. У меня тут. Компания.